Новая коллекция от Influence Beauty. Она супер интересная. Для меня, по крайней мере, она интереснее всех коллекций, которые мы уже посмотрели. А это от Vivienne Sabo и от Stelry. В этой коллекции много средств для губ. Целых 4 помады, 2 блеска и 2 карандаша в разных оттенках. И также одно средство для лица, палетка теней и тушь для ресниц. Давайте, конечно, начнем со средства для лица, но прежде подпишись, чтобы не пропустить новые полезные обзоры. Хайлайтер. Хайлайтер у нас какой-то кремовый, насколько я понимаю, гелевый. Оформление прикольное, но, как обычно, не очень дорогие упаковки. И он дает какое-то прям очень легкое сияние. Ладно, давайте попробуем нанести его пальчиком на лицо. Я думаю, что там будет еле-еле что-то заметное. Уже вижу, что да, сияние супер деликатное, симпатичное, влажное, но прям супер-супер деликатное, повседневное, можно сказать. Кто-то такое любит, я люблю, конечно, чуть поярче. Ну, прям очень-очень еле заметно. Какой-то легкий золотистый потон, цветного пятно не оставляет, тон вроде не разъедает, но не какое-то праздничное свечение. Мне не очень нравится формат. Видите, как все смазывается сразу от прикосновений. Ну что, и мы сразу вот так вот быстро приступаем к макияжу глаз. Палетка здесь базовая, с вкраплениями таких изумрудно-зеленых оттенков. Это интересно, и это более универсально, если сравнивать эту палетку с теми же новыми запусками Stellar и Vivienne Sabo. Возьмем какой-нибудь растушевочный оттенок. Вот этот вот светленький, слишком светлый. Давайте тогда сразу возьму вот этот. Вот потемнее оттенок, уже веду в орбитальную складку. Растушевочный, нейтральный оттенок, в меру пигментированный. На веках у меня только остатки консилера, никакой специализированной базы. А я знаете, что хочу сделать? Я хочу взять зеленый оттенок. И вот этим вот зеленым оттенком пройтись по ресничному контуру, вывести стрелку небольшую, потом ее подтушевать. Тени достаточно пигментированные, особо пока не пришивят. И симпатичный очень этот оттенок зеленоватый. Теперь я хочу попробовать взять вот этот вот оттенок такой хаки, чуть-чуть подтушевать эту стрелку. Я хочу попробовать вот этим вот изумрудным сияющим продублировать стрелку, чтобы она была более сияющей. Если получится. Или, по крайней мере, у ресничного контура. Ну, этот оттенок изумрудный, конечно, просто роскошный. Надеюсь, вам будет видно. Я еще хочу, конечно, добавить вот этот вот, потому что он тоже очень красивый. Я уже думала, где же его добавить. Просто наверх его подтяну. Я что-то, короче, увлеклась немножечко. Я вообще не поняла, что у меня получилось. Я, значит, добавила сначала вот этот вот темный, который я добавила изначально. Потом увела его слишком далеко сюда. Мне не понравилось. Начала добавлять вот этот вот светлый во вторую часть глазика вот сюда вот. Может быть, золото добавить. Попробовать. Хочется попробовать все сияшки. Все равно уже немножечко всего намешано, чересчур много. Красивые, кстати, тени и практически ничего не сыпется. В общем-то, Новый год у нас получается. Основное это изумруд и золото. Здесь просто шикарный изумрудный. И я влюбилась. Это очень красиво. У нас же еще нижняя века и внутренний уголочек глазик. Во внутренний уголочек я хочу добавить светлый. Разбавить это все светлым оттенком. Ну, сияшки тут реально красивые. Они такие не сильно вырвеглазные. С красивым ровным сиянием. Ну, прям хороши. Мы почти все сияшки попробовали, кроме такого светлого. Но мы сейчас проработаем нижние века темно-коричневым и светло-коричневым. По ресничному контуру темный и светлый потом. И возьму еще вот этот вот светло-розовый. Чуть-чуть осветлю зону вот здесь. И, по-моему, мы с вами попробовали все оттенки. Мне кажется, все равно довольно-таки симпатично. Тени мне понравились. Сейчас еще добавим тушь и посмотрим на конечный результат. Но прежде, конечно же, надо накрасить второй глаз. Конечно, получилось кажется. Ну, да ладно, я немножко устала. Мне тени понравились. Они практически не осыпаются. Приятных оттенков. Есть классные шиммеры, есть хорошие матовые. Я думаю, что с удовольствием буду ее пользоваться. Пока что это первая порядка тени, которая мне прям сильно понравилась. Из новых коллекций вот этих вот брендов всех. И у нас есть тушь силиконовой вот такой вот щеточкой. Давайте ее попробуем. Нанесем тушь в один слой. Так, вот тушь в один слой. Вроде ничего, но как-то она их так достаточно неплохо склеивает. Будем поднаслаивать. Вот вроде внешне смотрится неплохо, но на ресницах просто огромнейшее количество туши. Я остановилась просто в какой-то момент, потому что я осознала, если я сейчас продолжу наслаивать, меня просто к земле прибьет от количества туши на ресничках. Ладно, давайте накрасим второй глаз. Это прям очень жирный эффект. Очень жирные реснички у меня получились. Мне такая тушь не очень нравится, потому что слишком много продукта оставляет на ресницах. Вы просто посмотрите, даже когда вытаскиваешь щеточку, смотрите, сколько количество туши на ней. Возможно, что-то с дозатором. И, соответственно, все это на ресницах. Так выглядит вроде неплохо, но она их не удлиняет особо. Она их просто слегка приподнимает и дает много объема. За счет вот этого вот жирного эффекта. Итак, дальше мы переходим к средствам для губ. Начнем мы с блесков, потому что их потом проще стереть. Блески в двух оттенках. И 0,1 оттенок. Тут такой прикольный аппликатор. Это вообще блеск или это масло для губ? Масло для губ. Нанесем. Реально, аппликатор не мягкий, а тупо пластмасса. Блеск, конечно, приятный, но аппликатор довольно странный, не самый удобный. Насчет блеска, то он сочно, симпатично смотрится, приливается слегка. Слегка оно, конечно, ощущается, хотя вроде липкости никакой нет. Приятно увлажняет. И давайте нанесем второй оттенок. Я не уверена, что каким-либо образом они будут отличаться. Отличаются, наверное, только цветом блесток в составе. А так, вроде как, они абсолютно одинаковые. Если вдруг нет, напишите обязательно, но по мне так не отличаются ровным счетом ничем. Итак, дальше у нас карандаши для губ. У нас их два в двух оттенках. Тоже на них посмотрим отдельно. И оттеночек 0.1. Он такой бежево-коричневый. Довольно трендовый оттенок. Мягкий по текстуре. Гелевый хороший карандашик. Можно и все губы им заполнить. Легко. Интересный, конечно, оттенок. Он мне под каким-то углом то нравится, то не нравится. Но я думаю, что под помадку будет очень даже ничего. Но вообще, конечно, мне кажется, он такой достаточно дерзкий. Но вполне себе неплохо. Вполне себе нравится. Ну что ж, давайте посмотрим на второй оттенок. Пишите, как вам первый карандашик. Чуть-чуть я покорябла губы. Итак, оттеночек 0.2. Он вроде еще и потемнее. Тоже какой-то интересный оттенок. Но как будто более прохладный. Какой-то зеленцой. Знаете, как помадка для мровей от Диваж, помните? И там у оттенка был какой-то зеленый подтон. Тут как будто тоже. Что-то еще сероватое есть в этом оттенке. Но прошлый мне, честно говоря, понравился больше. Вот этот он более какой-то фриковский. В общем, такой необычный достаточно оттенок. Ну, в духе Influence Beauty у них бывает такое. В общем, напишите, как вам носили бы вы такое, купили бы вы себе такой оттенок. А какой вам больше понравился, 0.1 или 0.2? У оттенка карандаша. Так, ну что, я сделала небольшой перерыв, чтобы мои губы отдохнули. Они очень болят. Они обветренные сильно. И мы приступаем к помадам. Но сделаем так. Мы уже изучили с вами блески. Мы изучили карандаши. Чтобы не перезагружать это видео, мы посмотрим на одну помаду в 0.1 оттенке. Посмотрим на текстуру. И уже остальные оттеночки полностью мы изучим в отдельном ролике. Я запишу его сейчас, а выложу буквально на днях. Итак, открываем. Прикольное оформление. Такое необычное довольно-таки. И вот такая вот симпатичная помадка. Пахнет довольно приятно. И давайте мы нанесем эту помадку. Посмотрим на нее. Кремовая, приятная, сатиновая. А, это помада-бальзам, оказывается. Довольно приятненькая помадка. И слегка-слегка подпекает. Я думаю, что она типа увеличивающая. Но в целом не сильно это как-то дискомфортно ощущается. Так, ну а остальные оттеночки мы с вами изучим в отдельном ролике. Вот такая вот коллекция получается. Давайте теперь походим с этой косметикой в течение дня, чтобы посмотреть, как носятся тени, тушь. Ну, помадка, понятно, она будет стираться. Но в целом мне, кстати, коллекция понравилась. Неплохие впечатления. Давайте посмотрим на то, как это будет выглядеть уже спустя время. Так, ну что, я уже достаточно долго хожу с макияжем, который сделала, ну, частично этой коллекции Influence Beauty, да. Давайте проведем итоги. Хайлайтер. Я его вижу на коже. Он довольно симпатичный, хотя он немножечко тускнеет, мне кажется, немножко сходит. Но это не совсем моя тема, потому что я люблю хайлайтеры поярче. Это вот тема для тех, кто любит супер деликатное сияние. Так, в принципе, неплохо, симпатично, по текстуре все окей. Ну, 50 на 50. Палетка теней. Тени вроде как не скатываются без специализированной базы. И вообще мне понравилась палетка. Конечно, мы тут намешали с вами кучу разных цветов, но практически ничего не сыпется под глаза, только слегка-слегка блесточки. И вполне все неплохо держится. Мне понравилась палетка на каждый день. Мне кажется, прикольно. Плюс можно расставить пару акцентиков с помощью этих зеленых оттенков. Я думаю, я буду ей пользоваться. Сияшки понравились. Матовые неплохие, неплохо тушуются. И можно что-то с ней делать. Так что палетке я ставлю лайк, и ее купить можно. Тушь. Я ей говорю нет, потому что очень много туши на ресницы накладывает. Вроде эффект неплохой, вроде держится неплохо, да, там слегка какие-то сыпашки, но прям мало. Нормально в течение дня выглядит, в конце дня. Под снегом я с этой тушью не ходила, поэтому не могу сказать по поводу такой стойкости. А вот по самой кисточке и дозатору, ну так, ну так. То есть реально, ну слишком много, но вы посмотрите, что это такое. Как такой тушью можно пользоваться? И тут все вот в этой туши заляпано. Не люблю такое, не люблю. Что касается этих маслиц для губ, то в принципе они симпатичные. Оттенки одинаковые, мне кажется, абсолютно. Но симпатичные, приятные. Единственное, очень смущает аппликатор. Не все посчитают его удобным. Он прям жесткий. Может немножечко вам завести масло не туда, куда вы хотите. Но в целом лайк. Карандашики для губ. Мне в принципе понравились. Единственное, что эти карандаши из той серии, которые не будешь наносить прям на все губы, потому что они могут подчеркнуть текстуру и не очень комфортно ощущаться. Но по контуру прикольно. И слегка на все губы можно подтушевать. Ноль первый оттенок еще ладно, но тоже такой достаточно необычный. Ноль второй оттенок очень необычный. И, наверное, я даже буду ими пользоваться. Не знаю, как часто, но попробуем. И помады. Пока что мы все оттенки не изучили. Я их покажу в ролике. Чуть попозже. Мне очень понравились эти помады-бальзамы. И по текстуре, и оттенки есть симпатичные. Классная новинка, мне кажется. Вот помады прям очень понравились. И палетка прям понравилась. То, что я прям 100% рекомендую из этой новой коллекции. Пишите, как вам новенькая коллекция Influence Beauty. Если вы там еще на меня не подписаны, то подписывайтесь, чтобы не пропустить ролик про бальзамы. Если уже подписаны, то ждите. И совсем скоро. Пишите, как вам новые средства, как вам новый продукт. Что думаете о новой коллекции. Продолжение следует...